Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Политека. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание, за ваше доверие. Не забывайте этому видео поставить лайк. Можно это сделать авансом, друзья. У нас сегодня будет интересный разговор. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на канал Политека, кто этого еще не сделал, поскольку, как всегда, мы вместе с нашими экспертами разбираемся в тех повестках дня, которые есть и что происходит в целом в мире. Сегодня нам в этом поможет Виталий Дик. Виталий, рад видеть. Добрый день. Друзья, сразу напомню, у Виталия также есть свой YouTube-канал, называется Дикий Лайв. Обязательно подпишитесь, кто еще не в списке единомышленников вместе с Виталием. Друзья, также мы приглашаем вас посетить. И все ссылочки найдете в описании к этому видео. Или найдите в поисковой строке Дикий Лайв. Мы с вами, Виталий, начнем с... Знаете, вспоминается этот известный анекдот. Ложечки нашлись, осадок остался. Вот что-то подобное мы сейчас наблюдаем, поскольку разная информация еще добегает, доходит к нам из разных источников. Давос прошел, а осадок остался. И, вы знаете, я перед тем, как процитировать одно заявление, которое прозвучало в Довосии, я вспомнил, около недели, двух недель прозвучало от министра обороны Италии Крозетта. Такие слова, что в войне Украины с Россией настало время для дипломатии. Добавив, что твердая поддержка Киева со стороны Запада, она имеет, конечно же, решающие значения, но пришло и время для разговора. Как пишет Ройтерс, он заявил, что украинское какое-то наступление в 2023 году не дало желаемого результата. И вот говорит, что он смотрит, нужно на все смотреть реалистично, и что и Москва, и украинская сторона уже подают некие сигналы для переговоров. Проходит две недели, выходит в Довосе госсекретарь США Энтони Блинкин и говорит, сейчас не видит он перспектив для мирных переговоров по Украине. И тут, Виталий, возникает вопрос. Или за две недели что-то поменялось, или у Италии и у Запада разные видения по войне в Украине. Вспоминается это тоже выражение, что Западу война, а Европе уже мира хочется. Или как вы оцениваете в целом эти заявления? Начнем с Блинкина. Значит, Блинкин, когда об этом говорил, я думаю, что он преследовал свои сугубо американские цели. Все-таки он представляет кабинет Байдена, и, соответственно, он уже принял решение вместе с Байденом давить на Конгресс относительно выделения помощи Украины. Поэтому он свой цель преследует. И, в общем-то, это вкладывается в ту карту или ту схему, или дорожную карту, по которой идет сейчас Белый дом. Но что касается ситуации в Довосе. Да, это холодный душ. Это вообще удар под дых. Более того, то, что мы наблюдали, это вызвало у меня определенное удивление. Во-первых, очень странное заявление, странные реакции, свое виденье. Соответственно, оно никак не компилируется, не связано с видением европейских стран, ну и мирового сообщества в большей мере или в основной части. И это очень сильно напрягает. То есть, Владимир Александрович Зеленский дал понять, что никакого переговора на процессе речи быть не может. Никто об этом не думает. Несмотря на то, что есть какие-то источники, там западные СМИ пишут, мол, у них есть информация, что Украина склонна или рассматривает эти процессы. Вполне вероятно, что за спиной или за глазами в Киеве о чем-то говорят. Но вот официальная позиция, она неизменна. Более того, посмотрите, как Владимир Александрович Зеленский активно давил на наших партнеров, которых он считает пока что близкими. И, соответственно, говорил о том, что нужно обязательно Украине помогать. Украина должна действовать в тех рамках и в тех направлениях, в которых она действует. Заявления Кулебы, сопутствующие Давосу, они тоже выглядят достаточно странно, примитивно, сложно. Но это вложится в концепцию тех заявлений, о которых часто рассуждает Владимир Александрович Зеленский. Ну, я говорю, не заявления, а мысли по поводу продолжения военных действий. А что касается международного сообщества... Прошу прощения, по поводу Кулебы вы какое имеете в виду заявление? Ну, он тоже говорил о том, что у нас неизменная полиция, неизменная позиция. У нас формула мира Зеленского, это выход на 1991 год, и только так мы можем действовать. То есть, он пролонгировал мысли Зеленского, а это означает, что война будет иметь продолжение. И, конечно же, на этой почве, в любом случае, Киев официальный системно просит Запад нам помочь. Ну, вот смотрите, какой интересный момент. Но даже лучше всего любой разговор иллюстрировать какими-то фактами. Болгария, да? Ну, например, она хотела нам передать 100 бронетранспортеров или каких-то военных машин. Но только в том случае, если, значит, какая-то одна из стран Рамштайна проплатит за логистику. До сегодняшнего дня, уже большое количество времени, никакого движения не происходит. Ни одна из стран Рамштайна не дала возможность оплатить за логистику. Кстати, между прочим, Украина сказала, что она частично может в этот процесс вмешаться. Понятное дело, предложить какую-то свою финансовую заставляющую в обязательном порядке. Но страны Рамштайна до сих пор тянут и не принимают решения. Это то, что нам необходимо, то, чего у нас нет. Но это яркий показатель и яркий факт отношения к Украине и сейчас западных партнеров. Ну, а что говорит про Соединенные Штаты Америки? Там вообще определенный коллапс по украинскому вопросу. И заявления Кирбы, я уже не говорю там про заявления других высокопоставленных лиц. Они как бы вообще не имеют никакого значения для конгрессменов, а руководство Конгресса говорит о том, что вообще не рассматривают пока реально никакие требования и просьбы Байдена, потому что решают свои внутренние проблемы. И это очень печально, если не говорить, что это очень отвратительно. Ну, как считает официальный Киев. Так что война, наверное, будет продолжаться и она будет лишь только усугубляться в 2024 году. Виталий, я почему переспросил по поводу высказывания Кулебы, поскольку мы с вами и на других проектах его пару цитат проговаривали. И тут, мне кажется, что не день, то новый мем или новая цитата. Кулеба. Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах? То есть, по мнению Кулебы, я так понимаю, что если смысла в переговорах нет, мы продолжаем воевать. А для того, чтобы нам победить в этой победе, то есть в войне, то нужно Путина убить, я так понимаю, по логике Кулебы. Ну, или, знаете, как уже появляются шутки, а что? Кулеба не смотрит единый телемарафон, он не в курсе, что уже Путина еще с осени прошлого года нет. Меня Кулеба удивляет своими заявлениями, я не знаю, зачем он это делает. Я вообще, если честно, не хотел бы это обсуждать, потому что эти заявления ниже Плинтуса. Да, это из когорт этих заявлений, которые мы слышим и видим на едином марафоне. Черт я о чем, не имея никакого основания, какие-то мистические глупые размышления подтверждаются вот такими заявлениями. Ну, еще раз это доказывает, что украинская дипломатия сегодня находится на очень низком уровне, неэффективном уровне. Ну, вот смотрите, тоже классный яркий момент. В Довосе не произошла встреча с премьер-министром Китая. Зеленский сказал, что это якобы не его уровень. И, честно говоря, меня поразило послесловие после этих всех событий. Киев официально заявил, что, мол, действительно, Зеленский отказался, потому что, по факту, президент должен был встречаться с Сидзипинем. И тут Китай говорит о том, вы представляете, что, оказывается, украинская сторона запрашивала возможность встретиться с премьер-министром Китая. Но тот Китай как бы не согласился. То есть, Зеленский, то ли его ввели в заблуждение, то ли дипломатическая служба наворотила что-то такого, что очень сложно рассосать. И, соответственно, они придумывают версии на ходу. Но выглядело это примитивно, плоско и недалеко. Тем более, китайский МИД всегда ослабился своей систематичностью в подходах, системностью в решении определенных вопросов. Выглядит это глупо. И самое отвратительное, что это будет иметь последствия. Дальше у нас тиражируется какая-то мысль, о которой Китай, например, всегда молчал. Например, украинские СМИ начинают провластно разгонять тему, что, мол, Путин попросил китайскую сторону не вступать ни в какие дискуссии с украинской, с официальным Киевом. И, мол, якобы Китай перешел полностью на сторону России. Но мы понимаем, откуда растут ноги. Мне кажется, что в офисе президента или где там стряпают вот эти все новости и вот эти вот фейки. Я думаю, что это целенаправленно забивают гвозди в головы украинцев для того, чтобы хоть как-то оправдать неудачные шаги, заявления и какие-то линии поведения украинской власти на международной арене. Вы знаете, но в целом же интересная такая ситуация, если отследить. Мы же помним, как Андрей Ермаку еще до начала швейцарского форума, он заявлял о важности присоединения Китая к переговорам по формуле мира Зеленского, намекал, что у Зеленского такая будет возможность для такой встречи. Но, как мне показалось, что все-таки Китай отказал Украине, отказал Зеленскому. А потом уже Владимир Зеленск, когда об этом спросили, он, знаете, сделал вид о том, что, ну, это не мой уровень. Наверное, вы вот сейчас повторили то, что я и высказал. Да, да. То есть это плохая, как там, хорошая мина при плохой игре. Вот и все. Да, но в то же время, Виталий, я хотел вас спросить, мне интересно ваше мнение. Не кажется ли вам, что, как бы это ни прозвучало, некие, как назвать правильно, публичные, заочные переговоры состоялись? Я к чему веду? Владимир Зеленский в Давосе, формула мира, разные переговоры и так далее. И, с другой стороны, Путин, который тоже там что-то выступает, что-то рассказывает, и, в принципе, оно одно с другим перекликается. В формуле мира говорится о том, что нужно вывести войска для того, чтобы начались переговоры, ну, скажем так, процесс сдвинулся с места. А Путин у себя там в свое время, он говорит о том, что вы же понимаете, ну, он обращается к украинцам и к другим странам, они же понимают, что этого не произойдет, что мы на это не готовы, мы этого делать не будем, поскольку это, как ты там сказал, процесс завоевания. То есть, они обменялись между собой, мне кажется, пускай даже не напрямую, но в какой-то мере это как торг начался. Но в формуле мира Зеленского речь идет на выход на границу 91-го года, и это кардинально меняет ситуацию. Вот мне очень интересно, как будет себя вести Зеленский в этом контексте после марта месяца, когда он, в общем-то, будет во многих наших соотечественников вызывать нелегитимность, ну, так оно может быть. И вот как он будет действовать в этой парадигме. Потому что, да, мы все прекрасно понимаем, нас подталкивают к переговорам, соответственно, на что рассчитывает украинская власть, возможно, речь будет идти о каком-то втором акте марлезонского балета. То есть, что-то будет предпринято для того, чтобы возобновить то ли наступательные действия, то ли еще какие-то нюансы, чтобы как-то перехватить инициативу. Или, если уже начинать переговоры, то иметь какие-то в своем запасе козыри. В первую очередь территориальные. Но возникает другая проблема. Так что нам, значит, нужно территории, и это понятно. А вот что касается людей, как с ними, те, кто жили в оккупации, там, те, кто, как бы, возможно, взяли украинский паспорт. То есть, одна проблема порождает другую проблему. И вот этот глубок проблем, он лишь только становится почему-то больше. Мне кажется, что в данной ситуации нужно принимать какие-то нестандартные решения. В первую очередь я говорю очень аккуратно о том, что, может быть, действительно стоит задуматься и дипломатический фронт активизировать. Хотя с этими дипломатами и с этим кулебой далеко, конечно, не уедешь. Это очевидно. А чего только стоит его последнее заявление. В том числе лопаты. Помните, вот мы возвращаемся, но интересная история. Кость Бондаренко взял, промониторил цену на лопаты в Европе. И я с этого даже сделал, слушайте, ну это смех и грех. Сделал определенный вывод, что лопата хватит. Но цену на лопаты очень сильно возрастут. Слушайте, ну ужас, о чем мы говорим. И это продуцирует эти мысли. Главный человек по внешней политике, я имею в виду в ведомстве. Конечно, за внешнюю политику у нас отвечает Зеленский. И он как бы там рисует задачи по Конституции. Ну, вы знаете, сейчас даже и об Конституции давно уже вытирали ноги. Поэтому, в общем-то, все настолько запутано, что Владимир Александрович даже, наверное, сам от себя не ожидал, что все так будет запущено, как говорят доктора. Когда мы говорим, что приходит время нестандартных решений, я недавно общаюсь с одним экспертом. Это народный депутат, я не думаю, что стоит, там необходимо скрывать. Игорь Масичук. И он сказал о том, что на самом деле, общаясь с различными такими динозаврами, я назову это, в украинской политике, что норма о проведении выборов или не о проведении их во время военного положения, она относится к народным депутатам. По поводу президента, на самом деле, если правильно рассмотреть в Конституционном суде эти нормы, то это не относится, и вот как раз президента можно переизбрать. И мне интересно, в целом, как вы сказали, 31 марта, день X для Владимира Зеленского, как к этому будут относиться наши западные партнеры, насколько будут сильно воспринимать его легитимность. И я уже слышал и другую версию о том, что, возможно, будет какое-то рассматриваться правительство единства, или как оно там правильно называется? Да, и поэтому, вроде бы, уже даже на смотрины, мы же помним, как неоднократно, Стефанчук ездил в Соединенные Штаты Америки, но Стефанчук у руля, мне кажется, это... Ну, я не могу ничего сказать по поводу Стефанчука, кроме определенных негативных нюансов, которые были яркими в связи с его деятельностью. Но что касается Конституции, да, если президент по какой-то причине не может выполнять функции главы государства, то по нашей Конституции Стефанчук, это второе лицо в государстве, он исполняет обязанности до выборов. Такая ситуация у нас была с Турчиновым, если помните. Да, конечно. Он тогда как бы рулил страной до выборов, на выборах победил, кстати, многие не ожидали, но так случилось, это же все обстоятельства, Петр Алексеевич Порошенко. Но до этого Турчинов вы видели, что произошло, и как он себя вел в процессе захвата русскими Крыма. Это вообще очень темная история, я думаю, что он должен нести за это ответственность, но вы же знаете, что у нас власть это что-то одно, а люди обычно это что-то другое. Поэтому тем, кому можно там наверху, людям вообще даже близко об этом не положено думать. Поэтому найти концы, и кто крайний в этой ситуации, будет, наверное, сложно всегда. Теперь, что касается выборов, я думаю, что это пугает история и наших западных партнеров, они уже неоднократно об этом говорили, они некоторые вопросы не могут переварить и не могут понять, почему в Украине именно так. А что касается Владимира Александровича, так ему это на руку абсолютно. Слушайте, ему плевать, мне кажется, быть легитимным, нелегитимным. Главное, что он, как он считает, он делает большое дело, и он должен оставаться на своем месте. Он же дал интервью, уже несколько раз говорил об этом, что он страну в этот период не бросит, и дальше, дальше, дальше можно об этом говорить. То есть, мне кажется, что порой складывается впечатление, придет время, когда этих людей оторвать от власти будет невозможно. Они за него будут держаться, как клещи. Притом, это настолько все процессуально будет для простых людей сложно. Во-первых, автократизм. Я не говорю про тоталитаризм, я про автократическое государство, про абсолютное давление, всех под лавку, закручивать гайки. То, что происходит сейчас. Видите, кому нужна конституция, кто о ней вспоминает. Конституционный суд, который изнасиловали, он сейчас не дееспособен. Нет, он дееспособен к какой-то степени, он подыгрывает власти по определению. Но у нас никаких нет демократических оснований думать, что что-то вырулится и что-то как-то выровняется. Для сегодняшней власти это очень полезно. Они живут своей жизнью, они очень активно подпитаны финансово, из госбюджета, из зарубежной помощи. Кстати, это тоже вызывает колоссальную историю. Вы посмотрите, я обратил внимание, заместителя министра обороны, зарплаты 160 тысяч, отдела обеспечения, управления обеспечения, какие-то другие должности, 130 тысяч, 180 тысяч. И это вызывает просто агрессию обычного народа. А нам, госпожа Педласа, по телемарафону, это глава бюджетного комитета, если я не ошибаюсь, рассказывает, что вы должны платить не полтора процента, а три процента от своей зарплаты налогов. Значит, это про военный сбор, я говорю. Потом какой-то Мелованов, непонятный чел, значит, заявляет о том, что во время войны только нужно поднимать налоги. Смотрите, какая тоже интересная ситуация. Предприятия работают очень сложно в этих военных условиях. Бизнес, например, не берет кредиты, перестал брать кредиты. Об этом сегодня сказал Насбанк. Они аккумулируют деньги на своих счетах и стараются аккуратно в этом контексте работать. То есть, у нас все происходит самое негативное, о чем можно было представлять, как это будет развиваться. Почему власть поступает так и почему она не идет навстречу людям? Ну, они все списывают на войну. У нас традиционно все списывали с 14-го года на войну. И концов найти в этой ситуации будет просто невозможно. Поэтому мы переживаем трудные времена. И эти времена с каждым часом, они становятся все сложнее. В общем, грустная, печальная история. Да, кстати, о концах мы сейчас тоже поговорим. Я только, вы прям, как говорят, с языка сняли. Я также сегодня увидел эту чуду новость, когда Педласа говорила о военном сборе, полтора-три процента. Она еще говорила там, что если у вас телефон, например, там, айфон какой-то последний, и он стоит 60-70 тысяч, то он может облагаться дополнительной пошлиной. Или, когда сказала, что у вас зарплата больше 20 тысяч, то вы можете оплатить, кроме военного сбора, еще и налог на роскошь. То есть, по мнению народного депутата, зарплата свыше 20 тысяч гривен, это уже для украинцев роскошь. Это просто уважаемый... Вы видите, это дети в кедах, которые пришли, они уже рассказывали об этом. Это потрясающая история. Это случайные люди. Вообще, девы, случайные люди. Я Бесласу очень хорошо, Педласу очень знаю. Она довольно часто приходила на мои ток-шоу, на телеканале, на котором я работал. И, в общем-то, она всегда меня удивляла своими какими-то странными подходами. И таких чертей там колоссальное количество. Более того, они все забронированы. Они приняли в 2024 году в два раза больше финансирования на власть. С января месяца депутаты повысили себе, индексировали прилично себе зарплаты, зарплаты своих помощников. О чем мы говорим? Они живут своей жизнью. Это что-то одно, а мы что-то другое. Их цель – ободрать людей. Просто ободрать и списать все на войну. Они не понимают и рассказывают нам с телеэкрана, с этого марафона о том, почему украинцы выезжают. Да потому что они не хотят иметь дело с этой страной, с этими экономическими условиями. Война, она должна, наоборот, способствовать тем, кто пытается активно работать в сфере бизнеса для того, чтобы действительно создать возможность человеку хорошо заработать и потом как бы с него взять налоги. А у нас что? У нас совсем другая сложная ситуация. И чем ты сильнее зачморишь бизнес, чем больше у него заберешь, да плевать, что он без штанов. Главное, что мы сыты, довольны. У них все прекрасно. Вы же помните, как Разумков, когда рассматривали бюджет, он говорил, ребята, вы что охерели? 230 миллионов только на бензин для охраны высокопоставленных лиц в Украине. Гривен. Вдумайтесь, о чем мы говорим? У нас пропасть. Эта пропасть постоянно увеличивается. Очень хочется вспомнить предвыборное обещание Владимира Александровича Зеленского. Он совсем иначе смотрел на свою деятельность, на посту президента. И, кстати, этим многим понравилось. Потому что был вроде как несистемный человек в плане каких-то заскоруженных схем. А, в конце концов, человек вроде прогрессивный. А, как оказалось, кроме дилетантизма случайных людей и неэффективности управления страной, и к чему это все привело, мы это все видим, понимаем и делаем вывод. Вот, кстати, как-то не складывается и нельзя сделать вывод с последнего скандала, я имею в виду по поводу с семьей Гринкевич. И я 17 января, то есть вчера вечером, 17 января, 19.17. Увидел информацию. Министерство обороны разрывает последний контракт с компанией, аффилированный с бизнесменом Игорем Гринкевичем, и подает в ГБР заявление о признании министерства потерпевшей стороной. Возникает логичный вопрос. Виталий, в чем же причина была, что целый месяц, да уже больше, мне кажется, эта вся история тянется, и только вот здесь, вчера они получают педозру, и тут министерство обороны разрывает последний контракт. Это же, как говорят, надо дотянуть до последнего. Ну, смотрите, у меня складывается впечатление, что на самом деле это показательная порка вот этой семьи Гринкевичей. Я вот тут недавно прочитал, что какая-то женщина по фамилии Маразюк отказывается выходить замуж за парня из этой фамилии. Мне вообще похер, что происходит. Я вообще не знаю, кто такая Маразюк. Она, по-моему, только стала известна из-за этих друзей из семьи Гринкевичей. Так я, честно говоря, в упор не замечал, кто это. Мне все равно. Мне нужно, чтобы семья Гринкевич, если они воровали, чтобы они сидели в тюрьме на самом деле. И все компенсировали государству. А что касается таких Гринкевичей нам до хрена. Правда. Там, я думаю, если копнуть, там такое повылазит. Единственное, что нужно строить показательную порку. Мне кажется, что умеров в этом плане поступает логично. Он, во-первых, провел аудит. Ну, не он, а на заказ госаудитслужбы. Там нашли вот эти потерянные 10 миллиардов. Хотя еще раз напомню, тут проплаченные журналисты активно кричали, да, это мелочь. Там триллионы ходят. Не стоит активно поднимать кипиши за 10 миллиардов. На самом деле это громадные деньги. Но самое отвратительное, что не только же Гринкевичи в этой истории замешаны. Там, я так понимаю, все, кто курировал и кто контролировал эти процессы, все в доле. Вот я хочу узнать, а кого из этой доли привлекли или собираются привлечь к ответственности? Мне совершенно все равно безразлична судьба этих Гринкевичей. Я думаю, что они должны ответить. Но кроме них, я надеюсь, ответят и те люди, которые дали добро, которые наживались, которые сейчас сидят в Министерстве обороны и там трясутся или там быстренько покупают имущество там за границей, чтобы, если что, по своим ксивам и своей бронированности от войны быстренько выехать и как бы сесть там, пережидая сложную ситуацию в Украине. Вот это будет эффективно. А так, ну что, ну мыльный шар надули, Гринкевичей там нагнули, их на них повесили всех собак. Я хочу, чтобы это было более открыто, чтобы это было более детально и чтобы те люди, которые были с Гринкевичем в Министерстве обороны и продолжают там работать, несли также ответственность. Если этого не случится, то я буду считать, что это односторонняя игра в одни ворота. Кстати, о некоторых играх. Выходит недавно расследование о медиаотчетах, которые готовят для офиса президента и Кабмина, это расследование делает Bigus Info, проходит несколько дней и появляется видео о том, что сотрудники от Bigus Info и, кстати, руководитель Денис Bigus это уже признал, они употребляют наркотические вещества. Вы, как человек из медиа, знаете многие, скажем так, процессы и телевидения, и журналистики. Вы между собой связываете эти две истории? Да, конечно. Ну, это жало верды. То есть, вы копаете под нас, мы копаем под вас. Но это сильно мелко. Учитывая, что нас тут марихуану легализируют, я думаю, что они не должны понести ответственность за то, что употребляют наркотическое, вот это вот, мотлах этот наркотический. Ну и что? Ну, вот и все. Ну, если это не сложные наркотики, да, там какая-то трава, как я знаю, да, там пускай платят штраф, это возможно административная ответственность. И что? Ну, вот это же сильно мелко. Это то же самое, что иголкой ущипнуть слона или там уколоть слона. То есть, Bigus Info, они все-таки делают доброе и большое дело, да. Они находят документы, возможно, у них есть какие-то контрагенты, которых снабжают, и они раскрывают суть того, что происходит во власти, и это становится потом как бы очевидным, они придают этому гласности, и потом даже происходят какие-то реакции во власти. Вы же посмотрите, с Резниковым что-то началось. Человек обратился сначала, журналист, я не помню его фамилию, обратился сначала в НАБУ, потом еще куда-то в правоохранительные органы, его там нахер послали, сказали ему, что это нам неинтересно. Потом он обратился к своим коллегам-журналистам, они распиарили, и потом пошло-поехало. От яблок по 17 гривен, или там что там, картошка, я не знаю там что, заканчивая там огромными злоупотреблениями то, что мы сейчас расхлябываем вместе с Умеровым. То есть, журналисты делают толчок, или дают основу и пищу для раздумий, а потом начинается процесс. Потому что наши правоохранительные органы, знаете, как у нас было всегда, у нас сначала, не хочу сказать об этих антикоррупционерах, там у них своя песня, но раньше создавали, прикучь мне, я помню, антикоррупционный какой-то орган, он там три месяца боролся с коррупцией, а потом становился сам в схеме коррупционной каким-то важным игроком. Вот это было так всегда. Так и сейчас. Правоохранители приходят, понятное дело, по заявлению, быстренько ставят всех в определенную позу, и потом с этого живут. То есть, обычно там криминальный бизнес или какой-то мутный бизнес доят, и это нормальная история. Потом обогащаются, потом мы видим, как в службе безопасности Украины, в каком-то там подразделении К, которое занимается экономическими процессами, все практически сотрудники мультимиллионеры. Все. Ну, вдумайтесь, ну это же ужас. Кстати, Зеленский когда шел на пост президента, говорил, что нужно реформировать службу безопасности, и очень сильно там говорил о своем друге детства, бывшем конференции 95-го квартала в Абаканове. Возглав на него надежды, но и чтобы тот нивелировал этот отдел, несвойственная функция СБУ, но ничего этого не произошло, потому что они поняли, что с этого можно тоже поджеваться. Поэтому я предполагаю, что заинтересованные лица очень активно обогащались, в том числе и через такие структуры. Поэтому, что касается Бигуса, давайте с этим закончим. Да, они должны понести какую-то ответственность за то, что возможно делают антизаконные вещи и употребляют какую-то траву, легкие наркотики, но это мелочь по сравнению с тем, что копают ребята от Бигуса, и не только они. Пускай продолжают в этом направлении, и я думаю, что это только полезная история для украинского общества. Просто, с другой стороны, многие мои коллеги, которые хорошо помнят еще президентство Януковича, и еще даже раньше, они когда увидели историю с Бигус Инфо и недавняя история с Николов, если не ошибаюсь, да, правильно, ему угрозы, какие-то непонятные, неизвестные люди приходили к нему в дом и угрожали, то эти коллеги, они говорят, что времена Януковича, они возвращаются. Да нет, времена Януковича, как бы мы к нему не относились, мне кажется, было лучше. Правда вам скажу, там такого беспредела не было, сейчас же война все спишет, можно делать что угодно. Кстати, вот помните, такая была история, тоже похожая, очень с Портниковым. Виталий Портников, такой из политических обозревателей, журналист, он достаточно известный человек, но его там поймали в каком-то отеле, да, там, это связано с нетрадиционной ориентацией, думали, заткнут ему рот. Ну, это выглядело достаточно смешно, а в какой-то степени это даже выглядело жалко, потому что, ну, это его личное дело, ну, вот он такой, да, но сейчас он активно проводит свою деятельность, никто ему рот не закрыл, он достаточно известный, на то время был журналист и весом в некоторых кругах, да, я говорю о его деятельности. То есть, ну, это смешно, это так, знаете, на дурака рассчитано, испугается, не испугается. Поэтому я предлагаю этим ребятам, если они, возможно, в курсе, о чем мы говорим, не боятся идти дальше, несмотря ни на что. А вот что касается употребления травы, травы, ну, я это не приветствую, я думаю, что это хулиганство или там, я не знаю, как оно там, в общем-то, можно истолковать, а за это нужно там, как бы, понести какую-то ответственность по законодательству. Если это, конечно, легкие наркотики. Вот такая история. Но при этом, это будет последний к вам вопрос, интересная информация появляется. Государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» заплатит 8,1 миллиона гривен за мониторинг того, что пишут о президенте Зеленском, его супруге, Ермаке, Кабмине, Раде, главкоме ВСУ и так далее. В целом, информационное пространство. Об этом содействует информация на сайте Прозора. И в тендерной документации указано, что это нужно для оценки распространения необходимых нарративов и оценки лояльности медиа к персонам. Оценивать вроде бы готовы даже Инстаграм и ТикТок. Это, знаете, в целом подтверждение того, этого известного высказывания «большой брат следит за тобой». Да нет, это просто дебилы у власти, которые, я же говорил, что сложно будет им отказаться в определенный момент от власти, они будут держаться как лещи, они будут до конца затягивать гайки. И придет время, когда они сорвут резьбу. Вы посмотрите, что происходит. Вот пришел Зеленский, до этого была такая организация РНБУ. Она, соответственно, как бы была таким органом, который советует президенту принятие определенных решений по разным направлениям. Это вообще структура. Она как бы не особо в системе государственного управления выделена официальным каким-то статусом. Как только он пришел, соответственно, сразу дали 12 миллионов первый год гривен. Зачем? Нахрена вот этой структуре 12 миллионов? Значит, они делают какое-то дело заказное. Потом они создали какие-то там центры и структуры по борьбе с фейками. Единственная заслуга, что я помню этого центра, кроме мусора в СМИ, который они выбрасывают, это то, что девушки, которая начала возглавлять вот этот центр по борьбе с фейками при РНБУ, когда она уходила, она была в положении, уходила на, как это называется, декрет на отпуск, ей выплатили там 340 гривен. Об этом тысячи. И об этом обсуждали большое количество журналистов, потому что это странно выглядело, да? В непонятной структуре непонятный человек получил такую огромную материальную помощь. Это вызвало просто кучу негодования. Ну, что, проглотили, проехали. Это все достижения этого центра. Вот. Я думаю, что это просто история с легализацией денег. Их надо как-то вывести, нужно придумать какую-то программу и, в конце концов, украсть. Мне так кажется. Да, будет какой-то там на копейку выхлоп, но в любом случае все целенаправленно вот на определенную модель коррупционной схемы. Мне так кажется. Это мое личное мнение. Кстати, вот тоже интересная же история. Вы же видели, да? Есть такой телеканал РАДА со своей инфослужбой, со своими структурами, со своими подразделениями. Никакого-то хрена. 105 миллионов государства выделяют телеканалу РАДА, который потратит компанией кинокит, которая, как уже журналисты сказали, и это уже давно доказано, к бывшему заместителю главы офиса президента Кириллу Тимошенко, который там имеет несколько криминальных дел, правда, дело вообще не шевелится, он, я так понимаю, пережидает смутные времена. Почему это происходит? Что это вообще за выделение денег? Почему на этот кинокит, который связывают с Кириллом Тимошенко, это коррупция или кормушка? Кормушка. Я думаю, что не только для Кирилла Тимошенко, но и для других ребят, которые выделили это деньги. Вот какая у нас сложная ситуация. К сожалению, так было всегда, наверное, так и будет, но то, что происходит сейчас, это умопомрачительное. И, в общем, журналистам не скучно жить даже в такое время, в такой стране. Друзья, делайте выводы, не забудьте это видео поддержать вашим лайком и подпиской на канал. И еще раз напомню, не забудьте, у Виталия есть свой канал, Дики Лайф он называется, подпишитесь, поддержите. И также с многими другими экспертами Виталий проводит интересные беседы и разбирает то, что происходит в политической жизни нашей страны и не только. Виталий, вам благодарен за участие в этой программе и желаю хорошего дня, доброго здоровья и до новых встреч на нашем канале Политека. Спасибо большое, Эдуард. Благодарю за приглашение. Я хочу сказать о своем канале. Нас уже почти 70 тысяч, поэтому прошу подписываться. Там тоже, как и на Политеке, очень интересные, компетентные люди, поэтому всегда будет на чем задуматься, что переосмыслить, ну и, в общем-то, что-то почерпнуть для себя. То есть я говорю о какой-то пище для собственных раздумий. Давайте не будем безразличными, я всегда говорю, не теряйте оптимизм. Надеюсь, что все-таки хорошее будущее нас ждет. И единственное, будьте уверены в этом. Всего хорошего.